Слышите, вот, да, и как раз пошел рестарт, три рестарта, гоу, 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 да, спасибо, слэнчик. Мой локоть мешает? Да. Ладно, поехали. Ну что ж, поехали. У нас звонит телефон, но мы смотрим сейчас все-таки Counter-Strike. И давайте, давайте обратим внимание, Нуги погибает, сам от себя зачем, непонятно. Что ж ты делаешь со мной, Нуги? Вилат сейчас, кстати, в зале болеет. Привет, Вилату. За поляков. Да, за Навиом болеет, нет? Поляки вообще в другой части сетки. Все окей. Это точно. Это точно. Так что можно, можно просто смотреть. Подчарки опили за это. Но это слишком, братан. Ну, наконец-то, парни начинают игру, Нави будут, как мы понимаем, скорее всего играть в атаки, хотя нет, пока еще не начинают, либо начинают. Потому что нам идет серверное сообщение, меня порой смущают, потому что они там сейр-реди, хотя похоже. По-моему, по расположению игроков уже, да, никакого рейдисей не надо делать. Ну, они что-то попу перед медлом оставили, странно. По-моему, Нави что-то готово. Нет-нет-нет, Сарикс прочекал сейчас Темку. Опять же, занимаются туннели, здесь ничего нового не придумывают команды. Вот самое главное развитие. В основном все ходят в этот туннель и идут до конца. Ну да, но здесь, наверное, так и будет сейчас. Смотри, Стариксы дождались. Посмотрим, как Снэпи вообще разыграет. О, Эдвард, ну все, за мать Украину готов ставить головы просто бешеные. Ну подожди, Зиминус Маркелон, смотрим ситуацию на пленте, все в бане, датчане все в бане, нужно их напарить там. Не, они плент открыли, все, они плент открыли. Зевсу просто тяжело будет выйти с этой позиции, видишь, он даже в окно полез перестреливаться. А тут уже вот, вот, выползают датчане, Зевс не залез, слишком толстый в спину. Ой, и в итоге минус один от Зевса, и минус два от Зевса, и уходит от Зига, один-два остается. Опасная ситуация для Данила создается. И ой, там вафли! Берри взорвал нуги! О, боже мой, вот это вафлю съели сейчас датчане, просто огромную гигантскую вафлю. Больших гарных хлопцев, ну что за жесть? Ну и, пожалуйста, три скобочки от Есенина, такие нормальные смайлики. Ну, конечно, Берри, красавчик, вытащил раунд для команды Нави. Просто старается, он никак хочет украинское гражданство получить. Ну, вот просто, вот опять-то, а Нексис, они практически выиграли пистолетный раунд. Сейчас тупо, вот именно повезло, нереальным образом, то, что Красный Зевс решил зайти в баню, это раз. То, что Красный Зевс умудрился на этой панике дать минусов, и то, что Берри нам так помог по-концовски. Я, кстати, знаешь, чему удивлен очень сильно? Потому что обычно вот такие ситуации происходят у команды Moscow 5. Ну, по-моему, датчане решили перехватить у них этот скилл русских кинофильмов. Как так? Ну да, да, что-то есть. Ну и отлично, что начинаем с выигранной пистолетки. Кстати, Анексис еще ни одних пистолетов у Нави не выигрывали. Ну, красавчики, конечно. Это было 16-14 с двумя пистолетками от Нави. Ты понимаешь вообще всю... Да, конечно. ...всю глубину команды Анексис, насколько они жесткие вообще. Ну, это да, это понятно. Так, ну что, смотри, там 5 юс, посмотри, там стяжка Б, здесь стяжка А, короче. Ну что, Лимон Докс уже оформили своих соперничков, они уже прошли дальше. Нас продолжает радовать молодой человек с ником Кинт. Большое спасибо за то, что помогаешь нам оставаться в курсе. Ну что, у нас уже выход на Аплент. Четко выдержанная пауза. Ребята из Анексис бросили позиции, рассыпались с Аплента и... А зря. Опачка, зима. Понимаешь, вот как человек с Успас, Рыспа убивает игрока с армором с коллажом в коврах. Ну, это зима, с Успаса так. Минус от Есения. Да нет, ну скажем, хватит. Ну, ну вот это, конечно, сейчас вообще жестко было. Маккеллах утопил ноги с Глока. Да стоп, походим, давай попали. Ну, мне кажется, просто Нави на них настроиться никак не могут. Вот не могут и все. Таффа, Таффа, тебе не кажется. Тебе не кажется креститься. Не ходили, это как бы очевидный факт. Мы, который чемпионат, уже наблюдаем вот такие кроволольные качели. И чем они заканчиваются. Ну, просто есть всему, конечно, предел, но... Тут... Тут это просто неописуемо. Это вот... Ты знаешь, это... Вот не знаю, как это описать правильно. Ну, Анексис. Так и назовем этот феномен. Да, просто Анексис. Вот феномен Анексис. Можем называть все такие случаи, знаешь, это феномен Анексис, говорите. Чуть не слили Сеню, пошел посмотреть в центр, ему там накидали, запушили. Ой, красивый элемент. Ой, Сеню, тут еще гранату положил под Нуги, красава. Ну, Нуги сейчас... Мину, Мину поставил. Поставил Мину, отошел. Наверное, Нуги сейчас уже просто ненавидит. Смотри, какой пуш там Снайпи по коврам уже запушил. Сейчас будет выходить уже на точку. Нет, все, Нави смещаются. Старикс просто уже до этого, он уже ждет давно парней своих. У них тут сейчас на контакте. Но благодаря вот инфи от Снайпи сейчас все датчане смещаются так же, на Б-плант. И в этом там самая главная проблема. Вот вроде бы эко-раунд, у нас все равно проблемы. Да что ж такое? Сережа, прочекал, прочекал. Так, о. Зимину Старикс. Как? Я не знаю. Вот как это вот он делает? Ну, умудрился даже. У него режим какой-то антиукраина стоит, действительно. Ну, смотрим, Берри уже в точке. Смотри, его не знают, что он здесь есть. Он сейчас будет убивать. Ох, повезло. Ну, Маркелович-то как, астепил? Ну, и Снайпи последний просто закал. Маркелов был на той самой позиции. На той самой, помнишь, ИЕМ? Помнишь, проигранный ИЕМ, проигранный финал? Не надо, не напоминай меня. Ну, пацаны, ну, Марик и Сеня будут всю жизнь помнить. Мне это на сотовый телефон, на смс-ками, напоминал, какой-то один из украинских болельщиков с командой Наю. Они всю жизнь будут помнить этот раунд против поляков, невыигранный мираж и никакой третьей карты в финале ИЕМа. Да. Это, ну, все. Индия, когда стартует? Индия, по-моему, вообще стартует. Ну, да, они всю жизнь стартуют, они. Непонятно, что там в Индии, друзья. М5 поехали на тусовку, не волнуйтесь. Когда я увидел стулья, я уже все понял. Диавс очень близко к коврам, прошивает палец и получает прострел снизу. Берри вот здесь вот, просто вот так вот, пацан дал прострел. Вот так вот, просто еще. Ой-ой-ой, как он дал прострел, ты пускай. Как это он вообще, как-то, да, вот так вот как-то вот влупил. Таффа, ну, мы тоже скоро будем играть в Counter-Strike, нам еще готовится, наверное, к Амирану против страйка. Да, мы смотрим все эти развалы. Так, Зи в доме. Наши ребята в меньшинстве, смотрим, что делают. Двое подвал, Маркелов пойдет сейчас в туннели. Пока что Есенин находится в медле. Нет, Марик пошел за бомбой. И это будет 2 плюс 2 на точку А, скорее всего, по позиции Есенин смотрим. Хотя, нет, непонятно, вернулся Есенин к Марику. Марик к Сене, скинул Марик плент. Марик пойдет первым. Ну да, тут уже время атаки. Подвал отошел назад, вернулся. Это Б, это Б, смотри. Это Б, все, вернулись. Вот эта Хаешка их напарила. Хаешку там подкинули ребята под подвал из команды Аниксис. И Нави сразу решили... А Аниксис, они в вакууме информационном. Они не знают, что сейчас происходит. Они не знают, что делают Нави. Они понятия не имеют. Ну, вот вообще нормальная команда вот уже должна атаковать там в 30-ую секунду. Ну, 25, это уже, я считаю, поздно. И все, здесь в 30-ую вышли. Смотри, Снепи согнали. У них есть время его убить. И, оу. Ну, они не то, что согнали. Они не видели, где был Снепи. Маркелов получил хедшот, но дал минус. Все, точка пустая. Ну, вот успел здесь сместиться, занять позицию. В итоге дал два фрага. Размена от этого за 1 в 3. Это, конечно, жесть. Опасная ситуация. Ну, тут Нонди просто дождался уже все. Успели сместиться. Вот, чутка пораньше бы. И они бы просто застали одного врасплох. Если бы сыграли безразмена, могли бы неплохо закрепиться и отбить плент. Ну, 3-1. Ладно, что Аниксис взяли первые девайсы за сильную сторону. И... В этом нет ничего плохого. Ну, самое главное сейчас лишний раз не фейлиться. Набирать больше раундов и выиграть вторую карту. Ну, третья карта, если что, Инферно. В принципе, не так страшно, но... Ну, как-то нестабильный Найи последнее время на Инферно. И не хочется вот лишнюю ночь тут сидеть. Хочется, чтобы Найи четко уработали, парни. Я могу тебя подменить. Конечно, если надо, да нет, мы все будем. Так, пошел сплит на А, плюс мидл. Там ноги. Салик забрал все-таки ноги. Берези. Два размена. Дали сразу Альфа. Альфа. А, выход продолжается. Извиняюсь за Альфу. Переиграл. Другой игрок. Бывает. Ну, тут Эдварда зафлэшили, Маркелов стягивается. Так, а непонятно, Маркелов вернулся. Ну, Эдвард выдерживает здесь плент. Он выдерживает плент. Он знает, что там где-то есть Берри. Но вот пока возвращается Маркелов, здесь уже стяжка. Как же он защитит. Опачки. Минус есть один. Закукарекал Тетерев. Разменчик Маркелов, да. Минус есть под Маркелова вообще найс. Такую позицию сбрить, это, конечно, редкость. Такие... Зис АВП. А это... Да это... Я не знаю. Он подобрал. Водобрал девайс Нуги, дал минус. И посмотрите, урабатывает второй раз аннексис. Что у нас сейчас с деньгами? Слэм, ты не помнишь? У нас с деньгами всё нормально. Должно быть. Сейчас один Эко должны сыграть. Один Эко сыграют, потом должны покупать. Ну, Саня, что тут помнить? Там. Три. Первый девайсный проигрывают. Второй тоже. Тут надо помнить всё. Каждый девайс. Потому что упустил там один зацепленный девайс. И на самом деле команда может сделать байк. Сейчас-то очевидно Эко. Сейчас очевидно Эко. Но с командой Нави тут мало чего очевидного. Я просто не помню, сколько у нас были планты от них или нет. Там тоже это надо... Нет, плантов не было. Плантов не ставили. Они погибали прямо так. Просто одних плантов можно было за пять раундов поставить себе на один лишний байк. Выход Эко на точку А. Мы смотрим, наверное, за Берри. Блога, Берри. Вообще развлекается как надо. Смотри, как нужно пытается зум свой потрениться. Но нет, не повезло. Зато ТСФМ. Развлекуху устраивает. Кстати, он играет вместо фриса СФМ, если ты не помнишь. СФМ оттуда взяли вместо фриса, когда фриса переманили в команду Fnatic. Ну что ж, друзья. 3-3 сравнялся счет в этом матче. И теперь начинается... Ну, вообще, я думаю, будет все-таки... С одной стороны, сложной игры не должно было быть для Нави. С другой стороны, она должна была быть вот 16-9, 16-10. Но с другой стороны, эти аннексис вечно создают нам проблемы. Надеюсь, что их не будет. Так, интересно, что делает Нави. Сплит на 2 мидл, 2 центр, 1 пойдет с Ковров. Ну, центр я называю выход с Респа. Да, яма, а мидл ту перемычку. Я тебя понимаю. Хотя на самом деле два слова одинаковых. Мидл и центр, как-то, да? Да. В принципе. Ну, это обозначение наше, если, конечно, русские, как бы мы их все бегаем. Неплохо с плюсом выходит. Я думаю, ребята заметили, понимают, прекрасно. Ну, вот шток. Ой, ворвался с дыма СФМ. Ну, как ж так-то, а? Ну, снова большинство. Вот мы были в большинстве. 4 в 3. А теперь предстоит рулить. Маркелов минус СФМ. Найс. Все, Респ убили. Бомба плент. Если... Нет, Зев сейчас не должен идти. Вот одному... Оп. Видел, видел. Пропрыг. Все, теперь можно пройти аккуратно КТ. Отлично, забрал бомбу. Получает спрейей, но не особо сильно. Он ждет КТ. Он ждет КТ, но его стынька жмут. Надо это понимать. Так, он же его прошивал. Ну, он думал, что Зик его прошивал. Ну, да. И вот... Ох, Даня, ну вот это просто... Просто отдыхай. Хорошо. Минус Зи. Маркелов. Маркелов. Отведем Маркелова. Бомбу бы надо было еще поставить для полного счастья, чтобы денежка-то была. Но в итоге выбивает очень жесткий контактный раунд в меньшинстве, в опасной ситуации. Это показывает... Ну, Нави сейчас показали характер таким раундам в первую очередь. Показали дайчанам, что пока они еще в колхозе. Вот он, современный Counter Strike. Ну, нет, сейчас вообще, конечно, не буду. С временного Counter Strike это был, знаешь, больше махач какой-то на Аплэнт. Именно вышли, там и кто кого-то. Куда тебе крючка? Ну, да, да, да. Типа того и было. Ты жесткий. Че за дела? Че за плэнк? Я щас все сделаю. Так, так, так. Все, смотрим. Берри. Смотри, какая флэшка. Берри, Берри здесь. Ого. Берри, она прямо вот тут взрывается. Смотри, пацаны тут... Просто сразу не терпели. Просто изнасиловали под флэш. Маркелов, Старик, Зевс, отлично. Как Маркелов, царский, сглока там развалил там Берри голову. Ну, он реван ворошит все вопросы. Итак, 3 в 2. Марик это... Днепропетровский игрок по фамилии Коноплянка. Очень техничный такой. Классный футболист, кстати. Из Днепропетровска. Ладно, смотрим за продолжением. У нас Старик засел на Аплэнте. В это время на Ави разводят. Там Старик уже перестреливается с пацаном в РСП. Старик, по-моему, вообще ничего не смущает. Откровенный парень без комплекса. Слушай, посмотри на этого Зи. Я тебе говорю, ему как будто в ухо говорят, где Нави. Он даже знает, что... Один игрок... Я же тебе говорю, он знает, что один игрок... Один игрок перестреливается на планте. Он должен был просто сорваться и побежать на планте. Не, ну, конечно, он мог там понимать, что это какой-то развод. Там ему сказали, что игрок без планта, но... По-моему, по-моему, Зи чрезмерно любит Украину. Что он... Он, по-моему, может, там скрытый украинец и чувствует, где его бегают. Не, ну я... Как он вообще там убил, я вот реально не выкупил. Он даже не слышал оттуда, что там кто-то бежит. Да не он сразу навел прицел и дал минус. Просто беда какая-то. Чисто в секунду попасть. Это... Я не знаю. Ну, это... Я боюсь команду аннексис. А ничего там в Дании? Все жрут хлопья, которые хавают колон на завтрак. Чтобы потом раздавать через стены и заранее стрелять туда, где будет соперник. Что же за беда-то такая? Ой, извините, трудно сказать. Надо... Освежить свой голос. Нет, ну... Нереальный, конечно, Натус Винсер с их тактиками на Мираже. Точнее, не то, что с их тактиками, а то, что с ними происходит против соперничков из Дании. О, три ковры. Фейк раунд, фейк. Вот это вообще огонь просто. Грязный фейк. Ой, я бы не рисковал бы так. Ну, смотрим. Но это эко, в принципе, им все равно. Главное бобу поставить. Выход так. Бух-бух-бух. Старик, Снапи смотрит. Худу, душу, сзывайся. Вот надо было сзывайся. Ой, все, Снапи здесь все. Почувствуй, Старик, раунд, почувствуй Старикса просто. Снапи это делает. 5-4, один раунд преимущество берут Анексис. Но не забывая ТАФ, они играют в защите. Самое главное, Нави взять больше четырех в атаке, потому что четырех мало. Я просто помню, когда они играли далеко не с Анексис и ССК и проигрывали именно из-за того, что брали всего лишь четыре раунда. Если еще и ЕМ вспомнить, сколько там было моментов, когда они там недоигрывали свои раунды. Или там кривили в каких-то микро ситуациях. Ну да, вот мне очень нравились Нави на Мираже против поляков. Несмотря на то, что этот Мираж был проигран эпично, но они играли хорошо. Сейчас они играют все равно какую-то другую. Вот, 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 вот это вот уже начинается нормальная, по-моему, игра. Давайте смотреть. Это называется уже Counter-Strike. Смотрим за Берри, вот сейчас его, если не прочекают, это будет очередной провал. Его вроде шьют. Нуги минус Есенин, сплит на А начинается. Выходит мидл, Яма пока что тормозит, не проверяет угол. Сталик что-то забыл, посмотрите. Настоящий КС снова провалился. Но там, правда, Эдвард дает минус, но бомба у Берри на самом деле... Не, если с мидла зайдут, закрепятся... А бомба здесь осталась. Так и что? Они все равно эту ситуацию могут не забрать. Вот здесь, кстати, пошел забирать бомбу, Берри слышал. Сейчас выйдет Берри и в спину бьет. Оу, как это неприятно, конечно, когда вот так ты забираешь, уходишь. Остается Эдвард. Ну на батю, Эдвард давай, за мать Украину нет. Эдвард не ожидал, что Снайпи будет выходить с Росфава до секунды. Ну, короче, непредсказуемый просто аннексис для Na'Vi. Нам-то, конечно, легко говорить так сверху, смотреть, что происходит. Но если смотреть, например, только за одним игроком, вот сейчас Эдвард. Яркий был момент того, что он не знал, что тип стоит там. Тут даже не тайминг, тут просто аннексис играют вот чуть-чуть, чуть-чуть быстрее, чем Na'Vi. Чуть-чуть, они чуть-чуть быстрее понимают ситуацию, сложившиеся. Вот. А Na'Vi до конца не понимают, потому что аннексис делают иногда совершенно неадекватные какие-то непристойные вещи. Да нет, ну какие неадекватные. Ну, вот, ну что, зашел в центр, это ждут. Это все знают. Ну, кто, кто встанет справа в яме, когда серверы живут, стоят. Да все заходят туда в каждом раунде, мы видим, что вот в каждой игре на Мираже какой-то из игроков команды заходит в центр, играя в защите. Ну, слэм. Ну, ты же сам такие ситуации видел не один раз, когда заходят в Темку и принимают прямо из Темки. Не один, но это уж вообще слишком очевидная была ситуация. После того, как я с Яма согнали. Na'Vi нужно играть против аннексис, в принципе, мне кажется, просто. Им не нужно усложнять вообще ничего. Им надо играть там 5А. 5 с медла вышли, атаковали там. Смотри, сейчас 5 крабов с глоками Зи атакуют. Зи там сейчас, о-о-о, прострелы. Против аннексис надо вот делать какую-то школярскую фигню, они потеряются. Смотри, смотри, сейчас 2 секунды полетят гранаты. Зи шьет, сейчас будет хэшечка. Да нет, она и так много. Снап, снап, снапи. Печальные ребята сейчас печалят на снави. Это печальный полет Эдварда просто был. Фух. Ну все, ребят, пора собираться, пора брать раунды за атаки и выигрывать в сторону 8-7. Эдвард что, дроп дает Маркелову? Все команды, которым пророчат здесь соперничество с нами, уже вышли, прошли дальше по сетке. А нави тут, у нави синдром аннексис начинается. Не, ну понятно, у Фнатики там кто? С кем играли Фнатик, с кем играли Лимон Докс, они играли с тем, кого нави там 16-0 там врывали. Ну да. Альтернейт Ласт Кингс умудрились обыграть. Как это так вообще? Альтернейт обыграли Ласт Кингс, еще 16-11, 16-7. Черт, ну как это так вообще? Ну как-то так. Ну что, здесь на ВП берут расчет нави сейчас. Егор покупает, игроки датского коллектива тоже играют с ВП. Это ноги, скорее всего, это Люлька и Чек. Да? Нет. Стоп, а где ноги? А, ноги с КТ смотрят. Укрепление А на троих в линию. Странно, 1Б, 1 на Люльке. Вот если бы нави сыграли прямолинейно хотя бы один раунд по парапету с медлом, там да, вломились Б. Это было бы намного прикольнее, чем они сейчас высижу. Просто они, наверное, ожидают какой-то сверхстратегии от соперника или... Ну, трудно сказать, нави вторую карту на себя не похоже. Ну да, или сами пытаются что-то выждать. Ну тут я вообще не понимаю логику их действий в таких моментах. Хотя, в принципе, я и не должен. Да, увидел, увидел сейчас Старик Зи, нашел до 64-х, получил в ответ в хае до 63-х. Да, конечно, жесть. Ну и по-прежнему вот сплит вырисовывается. Парыч. Эдвард возвращается с подвала. Старикса подсадили до. Аркелов дает минус. Хорошо. И минус, да, пытался Зи уйти, получил сразу по пятой точке ремня. Ну и снапи жмут со всех сторон. Умудряется снять Зевса. А он дает один фраг. Меняет позицию на более техничную. Он слепой. Вот тут окружили, забрали. Ну вот если бы он не слепой, он бы мог раздать. Стрелял в потолок. Ну и 2 в 4 смотри сейчас, чтобы не получилось польского месива. Не-не-не-не-не-не-не. Это мы уже проходили. Смотрим Берри подвал, СФМ с ВП сейвит. И как бы уже понятно, что нави берут пятый раунд. Но нужно забрать эти штучки. И они это понимают больше меня. Понимают, что нужно забрать у них девайсы. И заставить через раунд Анексис играть Эком. Потому что раунды и так еле идут. Но хоть как-то надо брать. Ну да. Смотрим. Вот пачки. И поставили. Хорошо. Сейчас главное выбить это АВП, чтобы, знаешь, для уверенности. Потому что сейф убили, все хорошо. Ну, старик все-таки не зря умер. Он нашел АВП в планте. И сейчас скажет ребятам, да, он сидит. И он сидит в планте. Ребята, что-то не пошли. Надо добивать в таких ситуациях. Не, ну, знаешь, решили, что... Это плюс характер, на мой взгляд. Уж лучше синица в руках, чем... Чем журавль. Чем с УЧВАК с АВП на планте. Лучше синица в руках, чем... Чем что-то другое. У девушки две полоски. Ладно. Давай дальше смотреть. Не, а как-то поговорка на самом деле. Лучше что в руках. Для кого хорошо? Ну, все. Синица в руках, а дальше что? Все, ничего. Смотрим за ноги. Будет отстреливать центром. Но позабыл. Опасный сейчас эпизод. Я просто уже в раунде. Здесь Маркелов. Хм-хм. Маркелов попал первый. Причем Маркелов, наверное, пиксель увидел и дал. Дал в пиксель. Вот меня смущает по... О, ты посмотри. Они 2-2 стали стоять по позициям. Ну, вот сейчас СФМ зайдет в центр. И если его еще раз... Ну, уже должны чекать. А, ну по флэшу. Да, да. С ФМа. Ну... Посмотри, посмотри, стягиваются под него. Он за Аркадем. Эдвар ждет, кстати. Эдвар ждет. Если он сейчас в последнюю секунду отвернется, это будет просто лол. Не отвернется. Опс. Хедшотик в снайпе. Смотри, там сейчас САП пойдет с тяжкой. Вот так должен был идти каждый раунд. Я вообще не понимаю, откуда эти 7 нарисовались у аннексис. Что это было? И откуда 14 нарисовалось на ту сканину? Ну... Это датчаня просто. Это те раунды, в которых Na'Vi немножечко невменяемо себе вели. Они себе рисуют. Смотри, стягиваются под B, но я не понимаю, то ли они сейвят, то ли они не угадали. Скорее всего, не угадали. Да. Нет, они стянулись, потому что там под B Эдвард дал минус и как бы сделал вид прохода. Игрок, скорее всего, дал инфу, там же Фэйта Блэк. Неужели их так легко развести? Их невозможно было развести, их нереально было развести. А вот сейчас как-то... Нет, я думаю, что они сразу, скорее всего, уже понимали, что все. Хотя кто его знает? Не, они просто отвлекнулись. Они, наверное, попытались тянуться угадать. Может быть, вдруг... Авось пропрет. Вот тут половина раундов у них такие были. Авось пропрет. И все. Хорош, забрали. Одного. СФМ. И Бзи. Оба на B-планте засели. Черный пес не пойдет сейчас никуда уже. Семью ХП. Эдвард, скорее всего, тоже. Забрали уже Зелса. Сережа решает вопрос или нет? Скорее нет, чем да. В итоге никто не пришел. Такие, знаешь, детские догонялки вокруг песочницы просто у нас были. Адско, адско. Ну что ж, нами почти сравнили счет. Смотрим за продолжением. По сути, если, по-моему, сейчас на Ви возьмут раунд, то у Анексис будут деглы в последнем. Да. И было бы неплохо взять этот раунд и выиграть все-таки 8-7. Это как и планировалось заранее. Ну, вообще, 6 раундов в атаке, это, по-моему, ультра-комфортная ситуация для Нави. Они себя чувствуют очень хорошо здесь. Что? Сплитна пошел. У-у-у, минус 2. Капитан команды разыграл сейчас на все 100, Берри главное не сжигать. Ладно, Маркилов. Ой, там сейчас Берри будет отжигать, походу. Плюс Зи. Прокидывают Берри туда же. Нет. Зевс. Дрон гремит и Зевс убивает. Друзья, 3 в 2. Главное сейчас с КТ, не с полицией, и все будет хорошо. Эдвард далеко. Уходят, уходят, уходят в Б. А Сеня, Сеня вообще под ямой стоит. Черт, Зевс еще пытается отстреливаться. Либо Эдварда сейчас подождут, он пойдет, выйдет, нет, тэкшот все это А, это А будет. Нет, не факт. Сеня пойдет А сейчас ставить Зевсу, мы не просто пытались поймать именно вот этого парня, который... Они вообще пошли один ковры, Зевс поменял позицию, он даже возможно не будет с ковров выходить, он там останется просто, главное бомбу Сеня поставить. А Эдвард не может Снапи вычислить, и умирает Эдвард Спинус дома, убивает его Снапи. Ну это инфа, вот теперь уже опасно, потому что... А где это инфы, видишь, Сеня выходит и не знает, а нет, все знает, все знает, все знает, все знает. Зевсотый, как бы, и сейчас в такой позиции, что должен убивать один начекал, второй ждет, главное без Неждана. Они из 2D сейчас вышли. Оп, Ждан словил Неждан, друзья, Снапи погиб, и это 77, первая половина для Нави, ну, разворачивается в принципе не катастрофой, а в принципе удовольствием, я думаю, с учетом того, что играют они в нападении. Знаешь, это вот, это датская месть за МТВ, за все вот эти вот турниры, за все финалы, которые проиграли МТВ там на топах, там 29, 27 и тому подобное, вот, за все, за все те финалы, которые команда МТВ не выиграла в 2010 году у команды Нави. После конца помять, конечно, надо, парней, да, но совсем чуть-чуть. Не, на самом-то деле, это такое нормальное, знаешь, вот раздуплялого, извините за мой сленг, это, знаешь, как пощечин пару дали, так, а ну, соберитесь, вот сейчас аннексис дали пару пощечин Нави и встряхнули их перед завтрашним днем, что не все так будет просто, что мы вот аннексис вас напрягаем, представляете, что с вами будет против ЕССК, и Нави сейчас... Потом еще взяли ведро холодной воды и облили, чтобы точно проснулись, ребята. Ну, это, на самом деле, очень полезно. Вот я помнишь, а, тебе не было, наверное, я говорил, что вот очень зря, что Нави играют в Мираж вот с такой командой, как вот были там одни датчане, которые, ну, вообще ничего не смогли сделать, и Нави выиграли 16-0. То есть, ну, я сказал, что это очень плохо, что Нави на Мираже выиграли 16-0. Да, ты говорил, я был, мы комментировали с тобой. А, да, ну вот. Ты объяснял мне ситуацию вначале, просто я же пропустил, считай, группу. Очень плохо вот играть с бомжами на Мираже. Опять я это слово сказал, ну ладно. С не очень сильной командой. Без определенного места жительства. Да. Ну, без клуба. Зевс минус ноги. Без организации. Смотрим, тут на Б двое, на самом-то деле, и сейчас очень, тут могут плотно принять датчане, учитывая то, что они хорошо попадают. Нормально. Зевс хорошо, вот теперь еще кухню закрыть. Ну нет, кухня осталась стоять. Кухня? Ну да, я кухню называю. Ну, я как Нави баня. Вообще-то тут тупо дом. Тупо дом. Ну, я кухню называю. Так удобнее. А там есть кастрюли, печка там? Ну, печки нет, кастрюли нету, но и веника там тоже нету. И женщин в простынях. Так что не баня. Смотри, Берри пошел на проход. Оп. Так, 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 ребята, я не про Анексис заговорил это слово, я говорил про ту команду, которая играла с нами второй матч, я даже название ее уже не помню. А, Хунейм. А, да, в Хунейм, мы же его комментировали, да. Хунейм, вот, я их вспомнил. Вот они отлетели 16-0, это вообще датский заговор. Одни проигрывают 16-0 на мираже, а вторые черкают и в плей-оффе, знаешь, начинают напрягать. Все, я понял, это мировой датский заговор. МТВ, Анексис, Хунейм. Трио такое. Ну что, 7-8, ждем рестартов, сейчас напишут рейди. Вообще, Нави надо 8 очков подряд взять. Если игра сейчас пойдет, то должны брать подряд. Но неизвестно, что Анексис за атаку запутнут. Эти крабы умеют удивлять, и они могут задать жару. Нам остается только здесь верить, конечно же. Как болельщикам этого коллектива. Вообще-то, на данном этапе единственная самая сильная команда с СНГ, которая находится на этом ивенте. Жаль, конечно, что Moscow Five мы там не увидим. Но у меня хотя бы нервов меньше будет. Сэкономит. Прикинь, Moscow Five в группе отлетают двум индусским командам. Что ты туда будешь делать? Мне без разницы. Тогда ребята, по-моему, все забьют. Там призовые все равно вряд ли с такими стульями-то выплатят. Не-не-не, другой расклад. Я представляю, Moscow Five приезжают на чемп... А там КС 1-1. 1-0 вообще. Да, ну... Да мы в такой 10 лет играем, скажут индусы. У нас нет индусы. Немай, нет, немай. А не, там все хорошо. Ты просто представляешь, вот этот кольт с зумом, который вырубает просто без шансов. Это АВП с прицелом, когда у тебя нет зума, который ваншотит через любую стену. Бежишь и штопаешь просто. Слушай, страшные времена были. Но все равно играли. Единственное, что нас останавливало, это шариковые мышки. На которых невозможно было попасть. Клиник с Na'Vi против колон Хабсу. Интересно было бы. Ну что, здесь рестарты. Здесь рестарты, начало второй половины, друзья. Напомню, что в студии Киберайон ТВ Тафослэм. Мы с вами... Это новый такой клон, гибрид такой. Тафослэм. Тафослэм. Кстати, слушай. Прикольно. Надо намекнуть кому-нибудь. Это ты на что намекаешь? Подожди вот этот вот без этих грязных штучек. Давайте, друзья, смотрите. Лучше за КСом, болеть за Na'Vi и за две карты. За две карты. У нас завтра просто целый день трансляции. Тафослэм, ты не понял. С 11 по Киеву, с 12 по Москве. Мы начинаем. Вся философия КСа заключается в том, что надо ходить 5 карт, чтобы играли 2. Я даже посчитал. Я тебе потом расскажу, как я посчитал. Поэтому я хочу 5 карт. Поехали. Итак, побежали у нас, ребятки. Слэм в ны... Слэм уже, слэм в нычки. Дерс в нычки на плейте. Слэм в нычки. Ставит минус. В это время задавили Зик и Нарлоги. Все-таки ответил Данечка и 3 в 3 у нас ситуация. Ну что ж. Даня просто вштопал там, по-моему. Но там бомбу тоже, ребята, еще не поставят. Они ее не подобрали. Она глубоко в планке забита. Оп, оп, оп. Забрать, забрать, забрать. Есть минус 2 в 2. Это... О, вот это прыжок просто Супермена. Просто Ваня, он нереальный просто персонаж. Он иногда такое выдает, что вот дачане сейчас опять Чак Норрис у нас смайлик. А потом сидит где-нибудь в аэропорту. Ну а че они? Как этот смайлик? Я хочу его... Вот как он называется, не знаешь? Не помню. Смайлик Джеки Чана. Джеки Чана? Да. А его нету. В принципе. Ну что, здесь деф-бомбы разменялся, там, последний игрок атаки, но... Ну, просто вот Харьковский дуэт в пистолетках играет настолько жестко, что... Вот он сразу... А, да, этот просто... Эдвард! Эдвард это лол что? Вот просто вот так вот сразу, ребята, вот просто вот так вот. Вот этого пацана нужно просто вот... Как так? Это да, с той серии, вот он, Джигельчан, вот он, этот смайлик. Наконец-то я его нашел. Можно, знаешь, я даже думаю, вот когда происходит дурацкий момент, вообще в кейсе, вот вроде этого, когда в прыжке кого-то убивают, нужно сделать такую заставку, как в Мортал Комботе справа. Довольное лицо Эдварда и так... Опять Нави берут пистолеты. Я уже сбился со счета. 13 из 14 за сегодняшний день. Ну, зато тут волевой бай, минус Фомас, черного пса забрали. Вак, Калаша, три дегла, надо брать такое. Вот сейчас не... Ну, они плент отдали, пошли. Вот тут Маркелову и Зевсу надо было затянуть вверх. А как Зевсу вообще убили, я не понял. В дым? Господи, он сзади стоял, беда. Сзади Марика стоял. Марика попытается замкнуть эту брешь. Сейчас убьют Зи, я буду надеяться. Минус от Эдварда. Ну, Зи красный, здесь надо ждать. Вот тут я верю. Нет, Сарикс не пошел. Ох, минус от Нуги. Что с этими Нави не так? Вот скажите мне, ребята. Ох, Нуги, как вот просто дает выхват. Тут, скорее всего, что так с Анексиус. Потому что, обрати внимание, это второй волевой бай вообще вот в этой... Вот в этом матче из... В игре за атаку. То есть эти ребята, они на тускании сделали то же самое. Взяли волю и спокойно, совершенно спокойно втоптали. Как бы там Берри один в три вторащил. Ну, здесь Марик будет сейвить Кольт, конечно же. Что делать? Сколько можно проигрывать второй раунд? Я не могу. Вот Нави научились брать пистолетку, на двайсах играть не смогли. Разучились. Да-да-да, разучились. Это, короче, порочный круг какой-то. Да. Соперник всегда сзади, а ты всегда не готов. 9-8 у Нави экраунд, и сейчас датчане сравнивают счеты. У нас продолжается валидол, аннексис, Натус, Винстер. Не знаю, когда он закончится, но... По-моему, он уже не закончится. Ну что? Никогда. Поджим центр с Ариц и Маркелов с Кольтом, а 3 плюс 2 уже сплит идет на Аплент. Ну, может быть. Есть, Сеня, перевернул ковры! Отлично, Сеня, пора бы. Пора бы, сейчас самое время, Сеня, настало твое время. Давай, мистер Львов. Нет, обоих снял снапи. Ну, мистер Копенгаген здесь старается, конечно, играть. Ну, вот тут есть... Нет, не спешить, не спешить. На шифте, сейчас четко на шифте и Нуги в пачку. Давай, Маркелов. Без армора, но точный. Оу, Нуги минус Маркелов. Как так? Без шансов. Ну, сейчас Ваня, наверное, сострижет пару шишек. Бошек. Ну, попадет, в смысле, в голову. Двум-трем-то точно. Нет, не попал, как видим. Тут его просто... Ой, ну тут можно в депрессию впасть, когда так не убиваешь. Как же так? Как так? Ты не понимаешь, почему? Это, по-моему, дух. Знаешь, кого? Джеки Чана. Вселяется. Фух! Продолжаем смотреть. Слэм, да вытыкай, давай игру смотреть. Вообще, я закрою эту штуку вот вообще полностью. Не буду... Это ты в нее залипай. Я смотрю, во что ты залипаешь, я не понимаю, куда ты залипаешь. Все, я вот закрыл чат, все закрыл. Красавчик, давай смотреть дальше. Смотрю на Джеки Чана. Давай. Сф... Вот это просто... Это пять слов. Ладно, давайте смотреть. Здесь игра под Б, но и, конечно же, гарные хлопцы у нас решили... Третья карта просто уже зависла в воздухе просто вот. Быть или не быть? Вот в чем вопрос сейчас. Быть ли Инферно или все-таки не будет? Все, выход на Б. Не, я считаю, Аnexis брали вот вторые не воевая просто потому, что в пистолетках разыгрывали очень плотно до ситуации один в один. Это логично. Как бы там не хватало напрокит на оружие нормальное. Я бы на месте Na'Vi против Аnexis никогда бы ни за что бы не черкал нюк. Уж лучше нюк играть, чем в Мираж. Ну, в принципе, они, наверное, не знали, что ожидать от Аnexis, а Аnexis не знали, что ожидать от Аnexis. Да ладно, они все прекрасно знали. Они просто в очередной раз не поверили, что эти типа их смогут напрячь. А они их напрягли. Причем... В одно время, когда эта команда называлась по-другому, там в ней еще играл Фриз, был Нуги, не было СФМа и не было вроде бы Сен-Шибайш-Снэпи. Эта команда, это ВЦГ было, когда Na'Vi первого выиграла в 2009, эта команда раздавала просто вообще... На 2010 выиграли. Да, значит, 2010. Потом на ВЦГ просто ФОП или Макебельни 16-14, а этим типам предписывали просто проход по плей-офф жесткий. Все, вообще все команды, которые с ними тренировали. Ну вот ты и видишь, сейчас жесткий проход по плей-офф, 10-9 за командой Аnexis, они снова вырываются вперед, напряги в плей-офф продолжаются. Это только одна восьмая финала по системе Double Elimination. То есть это значит, что проигравшая команда не вылетает с чемпионата, она просто падает во второй тур лузеров. Потому что в первом туре уже все эти команды, которые заняли третье место в группах, они по идее должны были сегодня уже вместо собой рубиться. Ну что-то пока что этого нет. Итак, смотрим, у нас двое на Апленте, в этом и проблема сейчас команды Нави, то, что здесь всего лишь Зевс и Сеня, и уже... И по сплиту атаки. Вот интересная позиция вообще сейчас от Сеня, но он не стоит быть пойманным. Смотри, минус один, не, дал, дал, дал. Дал, дал, дал свой минус. Где Даня в это время? Даня все, в респаун отошел. Слишком много дыма сейчас, такая завеса плотная стоишь. Знаешь, мы вот очень... Смотри, пуш пошел на Зевса, минус Зевса, ой, на КТ зашли, как на папу Маркелов. Маркелов выжидает, но разменяли, слава богу, здесь снэпи. Но здесь есть инфа, то есть сейчас аннекси знают, откуда будет идти выбивание, они не знают только позиции Маркелова точной. Да и, в принципе, Старикса особо не знают. И не понимают, да, особо откуда... Нет, Старикса тоже появится, это очевидно. Там либо Марик будет, либо Старикса. Они тут вообще оба, лол. Ох, щитцы, друзья! Так, ковры, центры, слева за ящиком. Нет, этот раунд надо выбивать. Так, слева за ящиком сняли. Мидл сняли. Остался ковры. Ковры остался, да, не успевают. Это сейф, это сейф просто. Сдержали по времени на бомбе сейчас. Ну вот зи. Ну потому что в начале раунда два пацана сидят на пленте. Ну что сидят? Фигня все в том, что там еще сыграл вразмен Зевс, когда он должен был просто карать на этой позиции, убить. И все. Убил и все. Они бы убивали два скоты, и сейчас бы аннекси не отходили глубоко в яму. Какая-то фигня происходит с нами, если честно. Не, вернее, не отходили бы глубоко в яму, в ковру. Но фигня, она всегда происходит, Таффо. Фигня происходит со всеми всегда. Но тут уже, по-моему, я не знаю. Да что там нави делают вообще, когда играет против аннекси? У меня такое ощущение, что устраивают жесткий бухищ. Ну вот смотри, то же самое с теми же девайсами. И сейчас будет точно такая же ситуация. Ну, надеемся на более лучший размен в этой ситуации. Сеня тут, кстати, неплохо до этого держал вот эту позицию. Я не знаю, почему его в плент его засунули. Что с ним решили сделать? Даня пассивно. Маркелов вернется. Ну хорошо. Давай, давай. Ну уж ты что. Маркелов дает минус. Маркелов дает два минуса. Зев заходит в плент. Зев заходит в плент. Он видел там, в принципе. А, да. Четкий хедшот. Зев вообще хорошо сыграл. И осталось только технично занять под мостом позицию. Все, остался СФМ, Берри. А Берри на Б. Ну, Берри пробил Б, но это не важно. Бомбы у него нет. А сейчас инфа есть по бомбе. Есть инфа по бомбе. Ну, за кем следить? Маркелов? Ой, он сейчас поймает. Да, не повезло, убрал прицел. Ах ты, батюшки. Вот сейчас теперь за Изигой надо смотреть. Просто как тут сыграет игрок Атаки. Эдвард слышал, слышал. Просто да, все, Берри убили. И в итоге СФМ Ласт и как видим, да, на Эдвард не поролся. Ну, моментально закрыли выход на Б. Отлично сыграли Нави сейчас в данном этапе. Ну, кроме Есенина, Сеня, конечно, здесь очень очень так пожестил вообще. Не принял так с Фомаса в упоре игрока, который даже не ожидал его выйти в такой позиции. Да не ожидал. Это не решило исход. Маркелов, Маркелов самое главное, что здесь... Там либо игрок, либо под коврами сидит, либо как раз вот за этим ящиком в упоре. Там был агрессивный очень выход, как бы. Если он не ходил, то может посидеть в плащах, никого нет. А там, да и стоит такой, черный пес из Петербурга. Ну, походу, Сеня просто очень слепой дисциплик был. Там, наверное, полузалитый экран, и он с трудом видел, когда стреляет. Зажал там по звуку Маркелов. Это как это сейчас Эдвард прошел? Ох, его прострелили-то! Ну что ж, Маркелов красный, Эдвард красный. Зевс минус снэпи. Ждет Зига. Сейчас двое будут, двое справа. Они в подвале, не в подвале. Подвале? Да, они в подвале. Ты уверен? Да, в подвале. Я боюсь. Там подсаживаются, смотри. Там подсадка была сюда, сейчас чеклюльки. На позиции игрока защиты пытаются найти. Зевс ковры поджал, дал минус, плант в респе. Сейчас засуетятся датчане. Смотри, смотри. Оп, оп, оп. Четыре в три. Старикс не слышит? Слышит. Ой, красавчик, красавчик. Там же второй. Есть, конечно, нечленникс и Берри. Остался у подвала до сих пор тусоваться. Подвальное животное. Ну, хоть и два в четыре, но ситуация все равно скользкая. С красными холстами Маркелова и Эдварда тут. Ну, сейчас еще как Старик сыграет от этого. Не, ну, вот тут. Берри, по-моему, на выпас идет просто. Нет, ну здесь Старик, слава богу, убивает Берри. Ну и Нуги с Авиком. Главное, сейчас по одному на него не вылезти. Авик, Ануги. А то этот тип тут может заштопать просто, как бабушка носки на опыте. Нельзя дать ставить плент. Вообще нельзя. Кто там уже будет, кто-то убивать. Зевс или Маркелов. Кто-то из них сейчас отработает. Эдвард в итоге. Да, это вообще-то. Зевс или Маркелов. Эдвард. Эдвард ждал. Эдвард ждал просто удобного момента. 11-11, друзья. Снова ничья в матче. Продолжается очень напряженная игра. 1-8 финала по системе Double Elimination. Первый тур в плей-офф. Бо-3 будет играться вся верхняя сетка винов. Лозеров по одной карте будут играть в нижней части сетки. Не будем ее назвать сеткой лозеров. Будем назвать ее нижней части сетки. Ну и 16-14. Первая карта за Na'Vi. Очень много было валидола. И сейчас 11 на 11. И валидол продолжается. И снова сплит 3 плюс 2. О, тут уже есть батя. Черный пёс. И в итоге Абнузи его убил. Как бы это было бы не звучало. Очень хорошо, что Марик дал первый минус. И то, что большинство осталось за нами. Потому что сейчас... Тут еще обрати внимание на то, что тут калаша остались. Глоки убили. И калаши не особо целые. Сейчас просто датчане немножко потеряны в ситуации. Они не знают, что сделать. Будут пытаться здесь не перегутроваться. Отстоять свои позиции. Нужно делать срочный минус. Но это не дает сделать Зевс. Ну, мы видим, что игроки меняют позиции на точке А. Несмотря на то, что их двое. Они каждый раз вроде бы в разных позициях. Сейчас можно было поуспешнее в коврах немножко сыграть. Ну и так нормально там. Просто вот это место в РСП, оно мне не нравится, знаешь, для ВП. Мне кажется, лучше Зиги стоять. Я, кстати, этого мнения тоже придерживаю. Туда любая команда дает туда два дыма, кучу гранат. И у тебя там сплошной какой-то экшен происходит. Не знаю. Ну, опять же. Все ты знаешь. Я думаю, Нави найдут игру свою. Все-таки когда-нибудь найдут свою игру хорошую на Мираже. И как бы еще не на этом чемпионате. Ой, Сергеич начинает сейчас. Ой, как. Серега просто сейчас, знаешь, эта фраза. Вот начинается она с матом, а потом как я люблю. И вот здесь сейчас Серега просто сидит. Как я люблю Глоки. Я могу сказать одно, друзья. Три раунда до конца эфира. И сразу стоит сказать всем, что завтра в 11 утра... Слэм, ты будешь с утра? Конечно. В 11 утра по Киеву, в 12 уже в полдень по Москве. Мы начинаем нашу трансляцию. Я тебя сегодня кинул, но ты так расстроился. Я, конечно, приду. Уже с матчей 1-4 финала по сетке венеров. Я надеюсь, что Нави не отвалится. В середине лузерской сетки, друзья, я там завтра так же покину. Верну студию по контр-страйку, а потом вернусь. В общем, самое горячее мы надеемся... О, вот сейчас очень хорошо у нас трое в апленте. Причем мы готовы просто переламывать мидл. По-моему, если они там врываться готовы. О, вот это, конечно... Да. Это зря. Это просто он исполнен. А вот второго ждут или нет? Вот Зевс может пропускать. Ну, наверное, он это и делал, кстати. Сейчас Эдвард готов стянуться. Марик дал минус, отошел назад. Получает пачку гранат, но в дымах что-то видит. По крайней мере, у нас на ХЛТВ видно, что он что-то видит. Да, 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 да. Как видит, хорошо, а? Зачем он очки себе на аватарке нацепил, а? Три в три. Ему надо пуляр целый. Так, тут же Сережа Старик. Сейчас раскидывают гранаты, закидывают за ящик гранаты, закидывают гранаты в мидл. И вот только ковры, правда, не оффлышенные. Минус Эдвард. Ух! Ну не его день, чтобы так с Нолзума шмалять, что поделать в итоге. Ковраг Берри остается, а Марику нужно засевить. Тут уже безвыходная ситуация, надо уходить, он будет ждать здесь эпичного момента, просто пикантного, чтобы под удобным предлогом. Но и здесь его тоже не отпустили под удобным предлогом. Слушай, ну никакого покоя не дают эти аннексисы нам. И еще эти три раунда до конца эфира нужно взять. Датчаня, датчаня же. Таффа, что ты до конца эфира переживаешь? Да, нет. Переживай о том, что у тебя дома нет зефира. А не то, что у тебя конец эфира. Я переживаю о том, что я просто могу не проснуться. Я так люблю поспать. Я проснусь. Я так люблю поспать. Я тоже люблю поспать, но я проснусь. Хорошо. Так и договорились. Нет, 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 это план, я останусь нечевать у тебя, я буду храпеть. Ты не поспешишь, но зато придешь. Доступ ограничен. Друзья, три-два. Тысячный раз повторяют один и тот же раунд. Ребята из аннексис. Ну тут уже... Оооо, генерал Маркелов пришелся играть. Хорошо, что у нас есть Марик, одно радует. Но пока еще не концовка. Ооо, хорошо, что у Тащан есть. Есть Зи, он тоже дает минус 2. Эдвард с хаешки дает минус. Эдвард, смотрим за ним сейчас, как будет выбивание. Тут надо не ржать слэма, а смотреть, как играют команды при замесе на точке А. И тут, кстати... Ты понимаешь, что там сейчас клоунада произошла? Это сумасшедшая практика. Он дал хаешку в план. Какая клоунада? Там по-любому куча игроков. В чем проблема? Про смены именно смешно выглядело. То, что сыграли так 2 в 2. Блядь. Вот только что я могу сказать на букву П. Давайте смотреть за продолжением. Эдвард дает минус. И убивает Берри. Это как в нашей Раши. Помнишь, что ребята говорили это слово? Нуги он убивает. Нуги, да. Берри нужно сейчас убить. А уж меня послышало, что ты сказал. Почти, да. Но почти. Насельника. Убейте Берри. Kill Barry, kill Barry, kill Barry. Kill Barry, kill him, kill him. Вот он тут. Какой тут и тарта Сэдвард наводит просто. 14 и 12. Марафет. На подвал. Красавец, вот эта карта. Это сейчас яркий пример, как Na'Vi защищаются. Для всех команд. Сейчас все команды мира эту демку посмотрят. Сейчас тут просто. А Nexus устроили нам 7 или 8 раундов выхода на А. И мы видим, что у Na'Vi с этим проблема. Все равно. Большая проблема. И она может возникнуть, я думаю, с СК. Парни любят смотреть демки по ходу турнира. Но знаешь, вот. Я считаю, что сейчас у Na'Vi более даже напряженная игра, чем была в финале в ЕМА, которую они проиграли команде ЕСЦ. Там они смотрелись гораздо вот, ну, поприкольнее, знаешь? Это да. Ну, опять же, на раз на... Ой, давай нам 15 раунд, Сергеич. Давай, мы ждем от тебя минус 5 еще раз на эко-раунде соперника. Ну, тут Эдвард решил ему помочь. Хорошо, хорошо. Простишу. Ребята нас валидолят. Надо вот теперь 3 раза думать, прежде чем начеркивать мираж. Ну, что-то вот... Ну, да. Ну, я просто, знаешь... Ну, здесь все равно, опять же, вот ты сегодня сказал, что Anaxis это такая команда. Я с тобой полностью согласен. Потому что Na'Vi, например, совершенно по-другому стоят против Fnatic и SC. Они могут играть намного лучше. Они против поляков на ЕМе стояли просто на все сто. Вот Anaxis, у них просто что-то есть в них такое. Давай, знаешь, просто вот после чемпионата, вот... Я думаю, Сережа нам ответит на все вопросы. Давай, пообщаемся с Сережей. Пусть вернутся Na'Vi, а мы с ним поговорим просто вот так. Как-нибудь спокойнее, чтобы он нам рассказал вообще, что как, почему, что не шло. Я думаю, Сережа нам всегда выделит время. Он... Ну, мне нереально интересно. Очень хороший парень. Да, вот очень-очень интересно. Почему все команды, а... Может быть, мы сейчас, короче, какую-то ересь там городим, знаешь. Может быть, есть какое-то логическое объяснение всему там. А может, просто Anaxis тащат. Может, да. Может, они просто очень хорошо подготовились к чемпионату. Из-за дистанции, вот, с которой, где они наивы выигрывали, то есть там дистанция какая-то... Смотри, как уже Сеню прикрывают. То есть стоит Зевс. Это Зевс? Да. Стоит Даня Зевс. Палится. Специально, чтобы вот уже, вот, уже увидев Зевса, сюда никто не чекал. Но это вот уже... Кстати, прикольчик, если чекал. Смотри, Зевс убирает Берри, а там также сидит черный пёс. Вот, мне интересно, если нет это блэка, сейчас должно было черного пса видно было, потому что там же камеру повести должно было. Маркелов просто уработал ковры. К сожалению, всё-таки пробивают Старикса, да. Но Эдвард здесь закрыть должен плотно. Он, смотри, здесь... Он закрыл с хэдшот, себе, получил. Бог ты ж... Ну, флэшки дал, флэшки дал самая... Он знаешь, вот, да? Даже Ваня, вот, казалось бы, в такой простой ситуации ошибается. Ну, это контрстрайк, это игра, и здесь ничего с этим не поделать. Ему, в принципе, может быть, и не стоило вот давать флэшки в такой ситуации. Ему стоило давать один, там, чёткий хэдшот и... Ну, Зевс минус нуги. И не палить свою позицию. Ну, как бы, смотрим, Дадя! Зевс минус СФМ, экс-капитан команды Na'Vi устраивает... Ну, это лидер. Бунт, бунт на корабле, друзья, и... Всё, добивает чёрный пёс, дефюс, бомба. Ну, это 16-12. Ну, наконец, поздравляем, ребят. Поздравляем команду Na'Vi. Когда был агрессивный выход, когда вот на Nexus продолжали вот этот сплита, 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 когда уже в голове просто кипец стоял. Ну да, осенний нам спас Тускан. Осенний нам спас Тускан. При том, что реально, если бы вот этого не было, было бы непонятно, что... Знаешь, у меня вот сейчас двоякое впечатление вот о команде Na'Vi. Но ты вспомнишь свои слова, которые ты говорил совсем недавно. Na'Vi — это та команда, которая не умеет играть там начальные стадии турниров, а здесь после группы это начальная стадия. Нет, не то, что не умеет. Она очень хорошо даже умеет начальные стадии играть. Просто вот игра с Ana'Vi, она вот меня озадачивает. Ну, либо Ana'Vi действительно хорошо подготовились, либо у Na'Vi проблемы. Еще у Na'Vi проблемы с Ana'Vi. Ну, мы завтра уже увидим в любом случае, что там у Na'Vi, кто там у Na'Vi. Опять же, будет другой день, другая игра, немножечко фрагов. 28 на 19 играет Z. Ну, в Дании он просто великолепен. Эдвард лучший по фрагам, Старик второй, Маркелов третий. Она спадает в нижнюю часть сетки. Ее называют на самом деле... Lower brackets, но сетка лузеров по-русскому. В общем, да, друзья. Завтра с 11 по Киеву, с 12 по Москве. Мы начинаем нашу трансляцию. Обязательно приходите, смотрите. Сразу же начнется... Киберарена ТВ. ...одна восьмая финалов. И нас ждут финны, да? Уже, по идее, ждут. Плеер можно найти на Киберарена ТВ. Напомню, приложение официальное ВКонтакте. vk.com. Слэш Киберарена, нижнее подчеркивание. ПП. Добавляйте его себе. Скоро будет массовый играет этого приложения. Там можно будет найти плееры на все трансляции по Контер-Страйку. По, конечно же, ПБ. Вообще. Да все, 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 все. И, конечно, по Старладеру тоже. Ну, а мы пока что, наверное, уходим в огромный перерыв. До завтра. Всем спокойной ночи или всего... Да, и самое главное, завтра будет все, друзья. Вплоть до финала, гранд-финала, который начнется в полдесятого по Киеву, в полодиннадцатого по Москве. Все это будет завтра. И мы опять поздно, до ночи с вами в эфире. Мы рабы народа, в первую очередь. До свидания. Не опаздывайте.